Привет, друзья! Немножко хребу не потому, что на кого-то орал, нет, нет. Очень холодный воду пил. Завтра будет всё нормально, потому что я знаю точки какие-то. Хребу, да, потом вот тогда натягивать гортань, да, и, конечно, затылочную. Ну, послушайте, я хочу вам сказать, час после этого ролика будет обалденный ролик, в котором Лариса, моя ученица, она психолог, она из другой страны, она, это вами жданный ролик, мы как-то обещали, что она покажет своего пациента, которого в больнице обучала, у которого рефлекс оживляла. Ну, все врачи думали, что она, ну, вообще пациента, как говорится, уже ноль. Она оживила, ну, я тогда обещал это показать, и вот сейчас следующий ролик будет с ней. Но она просила не говорить, какая страна, я же с врачами ещё там сотрудничать, понимаете. Но я хочу сказать, что для того, чтобы мерить, мерить психологов, которые знают ключ, с врачами, которые ключа не знают, надо, чтобы они тоже знали ключ. Это только расширит арсенал их возможностей. Я же недавно проводил 200 врачей Киргизстана, 200 врачей реаниматоров, реабилитологов. Правда, я их обучал для личного применения, чтобы они эту большую нагрузку могли легче переносить. А когда врачей я обучаю, или психологов, как специалистов, это совершенно другой формат. Это не одно-два занятия для личного использования, как я всегда делаю, всех обучаю. А специалистов готовить надо. Это отдельный формат. И для этого надо собеседование пройти после 21 часа, чтобы я видел человека. Потому что ни за какие деньги я не буду обучать человека, который не ответит мне на три ключевых вопроса, которые я говорить вам сейчас не буду. Вы посмотрите сначала ролик с Ларисой. А, это же чудо научное. Посмотрите. До встречи.